что ж приветствую есть результат обещал показать показать обещал когда будут уже готовые клин и перед тем как я начну думать о правах и обзор сразу хочу добавить к прошлому видео где как-то запамятовал сказать по поводу стойкости стали к окислению то есть к ржавчине стойкость у d2 как у х12 мы встали очень даже неплохая это полу нержавейка можно так это назвать то есть это что-то между допустим 95 95 х 18 марки нержавейки и между допустим той же вот у 8 что-то между этим поэтому эта сталь полу нержавеющие так вот включил фонарик а тот первый раз опять не воткнул что все цапки было видно вот так вот у меня вышли очень вылизывать особо не стал вот видите наверно матовый все равно какой-то такой блеск все матовая насечку сделал колосок вылизывать почему не стал особо так усердно потому что хочется хоть как-то немного удешевить стандартная насечка чуть-чуть удешевить вот чтобы все-таки бритвы вышли не за облачными ценами а как бы так в пол недоступными здесь тоже уголки убрал я заполирнул чтобы не шваркались потому что бывает там при мне соскочит там царапина оставляет мне мне тут этого не будет ну столько же такая вязкая прям вязкой особой жесткости вязкость вот-то в одном как-то тут получилось так потому что я насечку производил и это оказалось довольно таки сложным занятием и я вам скажу прям напряжение это было и вот именно сопротивлялась больше даже не жесткость сталю я а именно вязкость что ж вот так вот у меня нормально нормально все вышло по вогнутости я радиус говорил уже замерял сделал повторил то есть труд вачу по ширине повторил труд вачу в общем по форме повторил труд вачу это вот если вот так вот смотреть вот с коротким хвостиком это прямо труд вачи примут а вот с удлиненным это какой с новшеством таким вот это не то что новшествами уже были просто многим понравилось там два пальца сзади можно положить два с половиной даже если сможете есть вас будет там больше пальцев идет одна такая вот немного с измененным эрлом ну что ж сейчас я возьму листок и начну рисовать оправы потому что оправы не буду делать вот такие вот полумесяц как вот у труд вачи потому что вы сами понимаете там она смотрите как немного как неродная почему потому что там раньше было литье им было по барабану как они смотрятся главное чтобы были бритвы вашу больше выпустить количество и снабдить как можно больше населения вот я так делать не буду я сделаю более элегантные более узкие более красивые оправы потому что вот это вот полумесяц вот такой грубый в котором прямой лезвие входит и как бы как бы маленько не в тему вот у меня не массовое производство у меня там где не то чтобы я тут что-то хоть стандарт там какой-то прям вот заводил поэтому я отруливаю в лучшую сторону вот получилось мы сегодня заготовить оправы все пошло так гладко то есть даже неожиданно я вообще не рассчитывал вот такой вот результат даже на сегодня но бывает такое да все идет гладко и что же мы имеем я подумал что я близко прямо так вот повторю то есть повторю их именно чтобы они были похожи в общем так вот на труд ватча но с изменениями и совсем других материалов так как уже век другой бритва должна выглядеть уже по-другому более как бы интересно чем вот те времена советские и плюс это же не то есть не штамповка не литье это же не массовое производство это штучные варианты поэтому они должны выглядеть мне кажется в любом случае по другому естественно лучше так давайте по материалам я сейчас пробегусь из чего я тут все-таки решил делать все разные где то есть сериал где-то рисунок вот этот оправкам американский орех опа есть есть это еще заготовки грубые такие этот роза по уроса называется да жаскучий такая древесина прям вообще здорово раскучий нашел я тут давно мне уже заготовочка сушится лежит года два наверно как его венге древесина венге тоже такая жестких но это еще и плотнее то есть сейчас эту я приложу какой-то усилий такой прилично я ее все-таки могу сломать хрустнуть может вот эту сломать сложно потому что у нее волокна будут тянуться и она ломаться не захочет это так в общем просто для мировоззрения то есть явно никто уже вот так вот его с дури разламывать не будет поэтому это все так обобщенка что вы имели представление что с древесины этот вот этот небесного цвета как его блин как его сейчас помню не ладно и что-то уже сегодня подустала мне уже сложно даже напрягать этот акрил вот так вот оправочка она будет выглядеть то есть совершенно по-новому труд ваша будет выглядеть должна она выглядеть принципе 21 веке тоже акрил совершенно с другой расцветкой и акрил с такой расцветкой она такая полупрозрачная включение что под водой что-то такие вот линии не тоже прозрачная полупрозрачная то есть насквозь она не просвечивает но то есть какой-то там процент там примерно не знаю до середины я вижу до середины ладно в общем так вот меня на сегодня время закончилось больше ничего не успею сто пудов просто вот никак не успею максимум сейчас метеорочка по быстренькому убраться и не надо уже бежать потому что нужно еще поколымить поколымить для того чтобы подзаработать денежку чтобы вложить денежку опять вот эти красавицы так как эти красавицы сами себя не оправдывают поэтому приходится еще колымить чтобы они имели место быть имели право жить поэтому это все я вам покажу следующее видео значит уже наверно получается так что когда бритвы будут собраны и должны заточены вот ну да а пока все все показал рассказал до встречи увидимся